Рандом против рандома. Интересная штука. Сильтар поддержал ваш канал на 32 рубля и сообщает. Классика Пэр Лач. Это, конечно, хорошо, но я тебе там немного джаз-схота накинул. Не мерзли. Ой, круто, спасибо. Спасибо, чем тот. Джаз. Это круто. Так, я вот думаю, делать барак на мейне или не делать, или застроиться намертво здесь. Никак, на самом деле, не застроишься вообще при всем желании. Это, конечно, очень прохладная история. Ну, здесь один вариант. То есть, если Риперт и придет, то надо его просто как можно раньше напрягать. Было бы интересно узнать, на каком тайминге ехать таким большим количеством. Ой, блин, здесь еще и такая стенка. Хотя, вроде, сюда барак влезает. Вроде. Рабов надо строить. Соплай можно делать на всякий случай. Крипер сюда придет. Будет делать шаг-выстрел, случайно посоплая постреляет. Тоже вариант. Можно, кстати, стенку такую вертикальную сделать. Раз. Два. Че, один барак можно воткнуть. Так, первый. Второй. Сейчас уже гипер должен прийти. Тоже, что он готов. Два на зори, чувак. Угарнуй, если он меня тоже чистит. Недостаточно минералов. Нужно больше минералов. Там же зеркало. Я только сейчас вспомнил об этом. Наталья, я уже. Что произойдет? Нельзя построить здесь. Здесь нельзя строить. Приказы будут. Здесь нельзя строить. Воруженки опасен. Получай. Хранилища недостаток. Нельзя построить здесь. Нельзя построить здесь. Нельзя построить здесь. Приступим. Умри. Брось с дороги. Кому навесать. Чего на новичке. Нельзя построить здесь. Так. Выкладывай. Больше минералов. Приказы будут. Что за спешка? Братан, ты как вообще оказался-то в гмэле? Саренс, 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 это же по-моему французский саренс, сейчас, это же французский по-моему тип. Ха-ха! Гмэл профессиональный террин! Был! А чего он зерк? И почему он в алмазе? И почему... Not bad. Можно же, да, считать, что ты официально убил прогеймера? Хотя, конечно, такое ощущение, что Старкрафт он лет 200 не запускал. Ой, господи, он еще был в команде Эклипсия, такая древняя команда. Да-да, в ней был Инди, Джоу, Велму в то время. Не-не, это он, 100%. Я помню, отчетливо помню этот никнейм, Саренс. Я же игры еще с ним комментировал. Не знаю, можно здесь посмотреть. Здесь же нет истории за древние катки. Вот он тиранами играет. Он террин, это точно он. И даже вот квантеги у него вот эти, где они? Сейчас. Команда ЕС. Вот его ники. ЕЦ Саренс. Основные квантеги, которые он использует. Пора выигрывать серого. Серого постоянно проксибараком проигрывает. На многих турнирах. Одну-две карты он стабильно отдает проксибаракам. Сложно их отбивать, если ты не играешь через пул изначально. Да-да-да. Я смотрю, ник знакомый прям до безумия. Винксов Либерти он играл в 2012-2013 году. Обычный вполне террин был. Ничего особенного. Не сказать, что прям какой-то профессиональный. Ну, собственно, как и количество его заработанных денег, оно сразу об этом говорит. О, круто! Выиграл прогеймера. Кляло. Прогеймер же обязан всеми расами играть на уровне ГМЛа. Правильно? Правильно. Ачивка. Прогеймер. 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 Прогеймер.